Привет, котятки! Вы на влоге Твикса. Если вам понравится, то я буду частенько снимать для вас влоги. Айка будет вынуждена их опубликовывать. Вы мой мукбанк посмотрели, за что вам огромное спасибо. Тайбок в скором времени этот канал будет принадлежать чисто мне, и мы больше не будем видеть здесь Айку. Сегодня хочу рассказать о том, как я попался. Ну да, произошло это вдруг. Сидим мы, значит, с мамой и сеструхой, как всегда, под магазином. Там частенько нас кормили, и тут подходит Айка. Приходит она, значит, в маске и хочет нас поймать. Мы, конечно же, вовсю отталкиваем ее, не подходим. Но так получилось, что она зашла в магазин и купила вкусняшки. Знаете, частенько так было, что приходили с какой-то вкусняшкой, и мы велись на этом. И, конечно же, подходили. Тут она опа и поймала меня. Сказать честно, изначально мне было очень страшно. Мама даже особо не заступилась за меня, и я испугалась. Я думала, все, теперь мне конец. Меня отдадут на органы, или просто пожарят и съедят, а, возможно, из моей шубки сделают шапку. В общем, разные мысли были. Залезли мы в лифт. В лифте было тоже очень страшно. Я долго представляла, как мучительно я буду умирать, но все оказалось намного проще и интереснее. И я запомнил этаж, чтобы знать, как спускаться и с какого этажа мы будем спускаться. Этаж был высокий, я понял, что спрыгнуть я не смогу. Ой, да, тяжела моя доля. Ну, что поделать, к сожалению, вот так вот. Но все оказалось намного проще и лучше. Айка меня гладила, меня ласкала, покормила меня, за что ей огромное спасибо. Я очень-очень благодарен за это, за все. Но знал бы я тогда, что потом меня будут купать. Конечно же, купаться я не люблю, точнее, ненавижу. Это было просто нечто, это было... Когда у Айки хорошее настроение, мы, конечно же, играем. Правда, не всегда она соглашается со мной играть. Я стараюсь ее вроде не царапать так сильно, сильно не кусать. Но сразу дергается она, что-то это, вообще какая-то хилая. Но все равно интересно. Очень я люблю, когда она добрая. Правда, не всегда она такая. Больше всего меня, конечно, раздражает, когда я лежу, сплю, никого не трогаю. И тут приходит она со своей любовью, начинает меня тискать, целовать, брать себя на руку. Но неужели непонятно, что я сплю? Кому приятно, когда его будет? Ну, ей не объясните это. Но я эти вопросы решаю просто. Она меня тискает слишком, я ей насру под кровать. А это мой любимый предмет в этой квартире. Правда, они, знаете, не говорят мне, но я-то знаю, что специально ее купили для меня, чтобы мне было не скучно. И я обязательно наблюдаю, что там происходит. Ну, очень интересно. Все это дело крутится, а я, конечно же, со стороны сижу и наблюдаю за этим. Вот показаться там внутри. Но там стекло, поэтому это, к сожалению, невозможно. Жутко раздражает меня эта дура, которая начинает в этот момент меня снимать. А еще этот свет, который прям слепит глаза, бесит. Я практиковал, конечно, срать у нее в комнате, но ей это жутко не нравится. Поэтому приходится в эту холодрыгу выходить на балкон и срать здесь. Вот это, кстати, мой лоточек. Ну вот, дура, да вот зачем меня снимать, когда я иду в туалет? Вот специально копаю и не приступаю к самому процессу. А на Новый год здесь было вообще что-то. Представляете, как можно срать, если вокруг тебя все хлопушки эти, салюты. Ну как можно настроиться-то, а? Поэтому я решил посрать у нее в комнате прямо на кровати. Так она в Мукбанке всем об этом рассказала. Уже все ее подписчики узнали, что Твиксик нечаянно насрал на кровать. Ну, куда это годится, а? Что за хозяйка такая, а? Ну, приходится мне ее терпеть. Она же меня кормит вроде как. Я специально при каждом удобном случае всегда пью из кружки бабушки. Я знаю, что она меня ненавидит и прям ей противен я. Я это делаю специально. Животных нельзя не любить. Собственно говоря, вот так вот как-то и живем. Не хочу как бы хвалиться или в какой-то мере даже понтоваться, но я имею свою жилплощадь в центре Баку. Также у меня есть пара слуг, которые убирают мой туалет, убирают мою мисочку, вокруг ходят, все вылизывают. Так что живу я, в принципе, неплохо. Рабы мои работают хорошо. Вот, я себя чувствую вообще королем. В принципе, так и есть, все все равно оформлено на меня. Поэтому, девчонки, невестушки, обязательно пишите этой дуре на инстаграм. Я буду всех ждать. Я одинок, богат и самое главное, красивый молот. А еще у меня есть свой ноутбук, своя камера Кэнон, влоговая и просто профессиональная. А шейник есть, это чистое золото. Мне его подарила одна из подписчиц. Спасибо, ну рай отсюда огромный, он очень классный. Я его ношу, чтобы все знали, что олигарх идет. Олигарх он есть. Вот он, кто здесь правит, понимаете. Я специально его ношу. В этом доме для меня просто нет ограничений. Я когда хочу, встаю, когда хочу, ложусь опять спать, ем, потом опять спать. И в общем, все это дело по кругу и несколько раз. Бывает и такое, что я прям лежу у нее на руках, у Альги, конечно же. Но это не потому, что я ее так сильно люблю, просто я ее использую как батарейку или как грелку. Возможно, многие предполагают, что я просто котик. На самом деле нет, я лев. У меня у папы отец был львом. Вы даже можете это заметить по окраске. У нас вообще в роду все, с папиной стороны, все львы, все храбрые такие. Вот и я на них похож. Да, вот посмотрите на мою окраску. Прям один в один лев. Играл я, значит, с этой занавеской. И тут Айка начала орать, что типа вот, я испортил. На самом деле, наоборот, занавеска так вот выглядит намного лучше. Начинает опять меня снимать. Ну, задрала уж сколько можно. Блогер, я понимаю, снимай себя. Да, конечно, у меня очень плотный график. Сплю, ем, сплю, ем, сплю, ем, потом сру. Вот, и в свободное время... Не завидуем, завидуем молча. В общем, в свободное время я просто играю с Айкиной рукой. Правда, иногда бывает больно. Я стараюсь особо сильно не кусать. Но жалко же все-таки, рабыня еще нужна. Кто будет убирать мой туалет, если я ее пораню? Вдруг еще разозлится, перестанет кормить и все дела. Рабов нужно любить. А это мое любимое место для сна. Это уголок дивана. Она отсюда очень удобно все контролирует, что там происходит в комнате. Чтобы следить все-таки, контроль это очень важно в управлении. Поэтому я обязательно за всем этим слежу. Так как я ростом маленький, я стараюсь сбираться куда-то на такое место, либо на подоконник. Вы смотрите этот ролик и, возможно, у вас сложилось впечатление, что я такой высокомерный, неблагодарный, голубых кровей. И на самом деле это так. Да, я такой. Мне разрешили. Судьба меня помиловала из бомжара. И я превратилась вот в такого короля. Почему нет? Самое главное, что я максимально счастлив. Посмотрите на мои глаза. Вообще, если честно, я вам могу позволить просто поцеловать мою лапку. Вот. Целуй. Поцелуй экран. И поставь мне обязательно лайк, чтобы я и дальше снимал видео и становился популярным. Я представляю, как мама и сестру вам завидуются, что их Твиксик стал звездой. Правда, тогда меня не спали Твикс. Но мне нравится, как меня назвала Айка. В принципе, Твикс мне подходит. Но можно было бы, конечно, и Король как-то посолиднее назвать меня. Но так тоже, в принципе, не было. Ай, подожди, куда ты? Куда ты от меня? Так ты же должен был меня снимать еще немного. Я не досказал. Я не досказал. Ты что, не слушаешь своего короля? Ну все, хана тебе. Обосу твои тапки. Потом не жалуйся. Я тебя предупреждал. По мере возможности делаю зарядку и занимаюсь спортом. Но это очень в редких случаях, потому что я похожа на Айку, такой же ленивый попа. Гляньте просто на мои усы. У какого котика есть такие крутые усы и такая окраска. Не то, чтобы я хвалю себя, я какой-то высокомерный. Но это просто правда. Просто чистой воды правда. Вы знаете, я раньше всегда думал, что на улице у нас туман. Постоянный туман с такой высоты. Но оказалось, что просто у нас настолько чистые стекла. Ну ужас какой, Тайка. Быстро протри. Так сложно что ли? Вот в такие моменты, когда Айка со мной играет с этой ленточкой, я по-настоящему начинаю ее любить. Хоть бы она каждый день так играла. Я постоянно намекаю ей. Залезаю на елку, показываю ей всем видом своим, что я хочу поиграть. Но она фиг поймет это все. Эту, кстати, ленточку она иногда использует для волос. Вы, может быть, на мукбанках видели. Сначала я играю и жую эту ленточку. Потом она этой же ленточкой просто собирает волосы. Ну супер антисанитария. Ужас какой-то. Ну что поделать? Как говорится, хозяек не выбирают. Я, если честно, счастлив, что она меня взяла. Что бы я делала на улице в такую погоду? Знаете, один день покушаешь, второй день еды нету. Воды трудно достать. Все корм как бы дают, а водички негде попить. Так что в этом плане я просто счастлив, что я попал в такой теплый дом, теплая обстановка. Мною все дорожат, все любят. Однажды я потерялся буквально на полтора часа. Я просто решил полежать там на кухне в сковородке. И тут она расплакалась, что Твиксик потерялся. Ой, господи, боже мой. Как же меня любят. Ну это, конечно, приятно осознавать эти дела. Но даже как-то в какой-то степени самому смешно. Вот. Что меня раздражает, это вот эти обнимашки потом в конце. Сколько можно успокоиться уже. Адам Ол. Я на самом деле всем своим видом, выражением лица, движениями показываю, что мне неприятны эти обнимашки. Но она хрен поймет. Показывает так свою любовь. Лучше бы она показывала свою любовь вкусным кормом. Например, я очень люблю красную рыбку, форель. Вот это очень хороший признак вообще. Чтобы показать, насколько сильно она меня любит. А вот эти обнимашки, они ни к чему. Вот каждый день пусть форель мне дает. Вот тогда я буду осознавать, что она меня любит. Сейчас вот сижу, монтирую это видео и просто офигеваю, насколько я красивый. Какие у меня аппетитные губки, какие у меня усы. Вот смотрю, не могу налюбоваться на себя, насколько я красивый, пушистый, мягенький. Просто симпатулька. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok